Друзья, хотелось бы еще рассказать мне про упаковку для клеток. Это видео больше для группы в ВК, потому что постоянно спрашивают у меня, как упаковываю, как доставляю. Ну, в общем, показываю среднестатистическую коробку, которую я изготавливаю для упаковки клеток. Вот так она примерно выглядит снаружи. Ну, это для, для скольки, для двух клеток или трех отсадников. Сделана она из рейки сосновой и ДВПшки. Вот так выглядит издалека. То есть, вовнутрь вставляются клетки, сверху закрываются вот этим листом и накручиваются рейки. То есть, ребра жесткости есть по всему периметру. И дополнительные ребра жесткости я делаю по самой большой плоскости. То есть, в целом, я могу на эту коробку сесть. Она меня легко выдержит, а вешу я килограмм 85, наверное. То есть, сзади, получается, когда коробка лежит на боку, на самой большой плоскости, сверху прикручены три рейки. Они есть как спереди, так и сзади. И, соответственно, продавить, то есть, продавить вот эту вот самую слабую плоскость очень тяжело. То есть, да, если что-то попадет между рейками, то вероятность того, что продавит, есть. Но, учитывая то, что расстояние между рейками небольшое, то продавить все это дело довольно проблемно. По размеру делаю, соответственно, чуть-чуть больше, чем клетки, чтобы можно было их туда засунуть и... Свободно засунуть и свободно достать. По весу, что немаловажно для почты, получается, примерно вес клетки равен весу ее упаковки. Вот такого формата. Да и вообще, даже если упаковку делаю из фанеры, то примерно вес клетки и вес упаковки одинаковый. Ближайшие месяцы я собираюсь перейти на 6-миллиметровые рейки, и что уменьшит вес клетки. Сейчас я вам покажу, как клетки ложатся вовнутрь. То есть, вот так вот это дело укладывается аккуратненько. И вот так выглядит в итоге уже упакованное. Ну, вот это вот место свободное, оно получилось из-за того, что размеры отсадников чуть-чуть больше, чем размеры трех отсадников по ширине, чуть-чуть больше, чем размер клетки. Поэтому немного свободного пространства здесь получается. Так, я сейчас прервусь на секунду, и потом продолжу. Ну, и, соответственно, вот в это пустое место я засуну либо кусок пенопласта, либо кусок поролона, либо кусок, ну, скомкаю, пихну пупырку. То есть, по-хорошему, внутри коробки все это дергаться не будет, и в целом доехать должно без особых проблем. Ну, и, соответственно, сверху это вот так накрывается листом. Лист пристреливается степлером. И все это дело прокручивается дополнительными рейками. Ну, и в конечном итоге выглядит это примерно вот так. Ну, соответственно, рейки лежат чуть-чуть поровнее, лист пристрелен, и в целом все. Когда отправляю транспортными компаниями, упаковываю в последний момент, перед самой погрузкой, потому что водитель, водитель-экспедитор, как правило, проверяет, что отправляют. Когда отправляю почту, несу сразу упакованное, если по России отношу, девочки там у меня все берут, заклеивают, и посылка поехала. Ничего не проверяется, потому что, не знаю почему, потому что доверяют, видимо, людям. Ну, а с транспортными приходится показывать все водителю, либо везти, если везу в этот, в терминал, то везти, разбирать коробку. Соответственно, тогда верх не пристреливаю, а просто закручиваю. Ну и... по-хорошему все. Что касается стоимости, услуги транспортные стоят чуть-чуть дороже, чем услуги почты. Чуть-чуть. То есть, это не какой-то там, не какая-то глобальная космическая разница. То есть, отправить клетку одну почту, почтой получается, ну, там, на расстоянии около 500 километров, получается примерно 400-500 рублей. Транспортная за все это возьмет рублей 600. 600, может быть, там 650. Разница, ну, совсем незначительная. Но, хочу честно сказать, почта стала работать довольно хорошо. Все приезжает довольно быстро. Единственный косяк был, когда отправлял посылку с западками в Мариэл, республику, она как-то очень странно ехала. Она доехала до Воронежа, потом в Казань, потом приехала в Мариэл, в Мариэл, постояла на почте, покурила и решила скататься в этот, в Екатеринбург. Ну, почему бы нет? Для бешеной собаки 7-версный крюк. Соответственно, скаталась в Екатеринбург, вернулась, там потусовалась и вернулась в Мариэл. Ну, в общем, бывают косяки, но, как правило, они не сильно значительные, то есть, все доезжает. Ну, и инцидентов с тем, что посылки доехали, там помятые, поломанные и так далее, еще не было. В общем, вот такая вот у меня упаковка всех этих дел. Надеюсь, я доступно объяснил, как что я упаковываю. Ну, и надеюсь, что это видео было вам полезно. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить лайки и заходить в группу ВКонтакте, ссылочка на которую будет в описании и в шапке канала. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok